Добрый день! Редкостно приятно выступать. Так, нормально? Могу еще поближе. Хорошо, спасибо. Редкостно приятно выступать после Андрея Владимировича и продолжить разговор про несуществующее или про то, что мы сами себе придумываем. Отчасти про психотерапию, отчасти про супервизию, ну и, конечно, про наши успехи, которые мы сами себе так замечательно придумываем. Ну и, конечно, хорошо, что трибуна – это, слава Богу, не вагон метро. Но тут как-то так есть надежда, что место достанется. Я с большим удовлетворением думаю о том, что, слава Богу, есть достаточно много людей в этой аудитории, которые понимают и про психотерапию, и про супервизию, и про балентовские группы. И, в общем, мне, наверное, на этом можно было бы и закончить. Но, тем не менее, поскольку есть еще немножко времени, я воспользуюсь вашим вниманием, и мы немножко поговорим по поводу того, что происходит все-таки в супервизии, особенно в балентовской аналитической супервизии, которая, надеюсь, помогает нам строить более успешные иллюзии по поводу нашей работы, чем те, которые были до этого. Вот. И в качестве одной из идей я хотел бы предпослать вам эту идею из одной из сказок Андерсена о том, что любая проблема, любая идея, сколько сложной бы она вам ни казалась, при более близком рассмотрении покажется еще сложнее. Вот. Ну и, конечно, воспользуемся еще одной идеей из Эйнштейна о том, что все стоит сделать настолько просто, насколько возможно, но не упрощая до совсем уж радикальных вещей. Значит, в качестве одной из вступительных таких идей мне хотелось снова напомнить вам. Я использую это слово «напомнить». Я не сомневаюсь, вы это хорошо знаете, поскольку идея достаточно такая популярная. Про то, что психотерапия, в общем, это то, что относится к числу невозможных профессий. Ну, есть масса разных идей и толкований. Что имел в виду Фрейд, когда он говорил про невозможность профессии? Есть куча разных идей на эту тему. У вас наверняка есть свои представления, что относится к представлению о невозможности. Но, тем не менее, это, по крайней мере, хороший повод подумать над этим. Ну, и там дальше в этой статье есть продолжение. И, возможно, это в некоторой степени помогает, хотя бы в какой-то степени приблизиться к исходному пониманию. Это идея про то, что не один психотерапевт. Ну, Валин, простите, Фрейд писал про аналитических психотерапевтов. Но вы без ущерба. Для смысла можете легко это отнести к психологам, консультантам, к социальным работникам, в общем, ко всем помогающим профессионалам, которые, по сути, выполняют психотерапию. Потому что, я надеюсь, вы понимаете, собственно, психотерапевтов, тире врачей, тире с психиатрической подготовкой и так далее, то есть формально обреченных правом вести психотерапию, на самом деле в стране просто капля в море. Причем количество их так плавно стремится к нолю. Так постепенно бывает. Значит, основную часть психотерапии в стране выполняют, понятно, не врачи-психотерапевты. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это реальность. Собственно, вот это то, что можно отнести к реальным вещам. Так вот, он говорил про то, что ни один психотерапевт не продвигается в своей работе дальше того, что позволяют ему его собственные защиты, комплексы, сопротивления, собственные ограничения. Ну, поэтому вопрос о том, что границы эффективности психотерапии, ну, тире психологического консультирования в великом множестве случаев, определяются не тем, каков клинический случай и не тем, каковы особенности пациента, они определяются границами самого психотерапевта. Успех нашей работы находится внутри наших границ. И это вопрос о том, что, в общем, занимаясь анализом нашей эффективности, надо заниматься анализом собственного пространства внутри этих границ. Ну, насколько возможно, более активным пониманием того, что происходит внутри этих границ. Ну, очень часто, в силу того, что работа на самом деле очень мало рефлексируется нами, часто происходит вот эта вот ситуация. Ну, и дальше она описывается хорошо известной формулой. «Поговорив со мною, мой психотерапевт отправился к своему». Вот, ну, так довольно часто. Ну, если хотите, бывает и так. Вот, мы вчера обсуждали вопрос про выгорание, но это вот его хорошая такая, даже если несколько экстремальная иллюстрация, метафора. Вот. Идея про то, что самим психотерапевтам, безусловно, нужна определенная помощь, ну, иногда она в буквальном смысле, психотерапевтам нужна их собственная психотерапия. Это, к сожалению, реальность. Вот. Ну, по крайней мере, какая-то иная, супервизионная, коллегиальная, иная помощь. Это идея, которая, как вы понимаете, родилась не вчера, не позавчера. Я хочу вам напомнить вот этот вот ювенал. Это VI век до нашей эры, уже тогда это было понятно. Что люди, которые оказывают помощь, поддержку, заботу, опеку, лечение других людей, сами нуждаются в том, чтобы получить эту помощь и заботу, опеку, и поддержку. Это, к примеру, VI век до нашей эры. Ну, еще одна тоже очень такая, я бы сказал бы, давнишняя идея, но, тем не менее, не теряющая свежести, не теряющая своей актуальности и справедливости, надеюсь. Это у Марка Аврелия. Идея про то, что нелегко указать на кого-либо, кто стал бы несчастливым от того, что был невнимателен к тому, что происходит в чужой душе, но неизбежно становится несчастливым кто-то, невнимателен к движениям собственной души. И это, конечно, абсолютно такая внятная идея, которая лежит в основе необходимости, неизбежности, обязательности, супервизии, которая должна лежать в основе нашей профессии. Ну вот, дальше в развитии этого всего у Лизниковс очень такая замечательная работа. Идея про то, что когда два человека вступают в отношения, естественно, очень важно понять того человека, с которым вы в отношениях. Ну, особенно в значимых отношениях. Ну, будем считать профессиональные отношения значимыми, важными, насыщенными. Очень важно понять себя сначала. Потому что все то, что у меня есть по поводу этих отношений, это на самом деле в моей внутренней картине по поводу себя, по поводу партнера, по поводу характера отношений, перспектив, угроз и так далее. Естественно, что у самих психотерапевтов, мы вчера уже немножко говорили об этих проблемах, когда в психотерапии, ну, в консультировании часто возникают проблемы, неизбежно такой серьезный вопрос возникает обязательно. Это был трудный клиент, или это был трудный психотерапевт, или это просто трудная проблема, или еще что-то трудное. Ну, мне-то кажется, что начинается с того, что это трудный терапевт. Потому что именно он создает максимальное количество проблем. Есть ряд особенностей, или ряд характеристик, или ряд черт, которые могут создавать потенциальные сложности и проблемы в этой работе, которые, понятно, должны становиться объектом определенной супервизии. Это идея про то, что он очень часто не знает, игнорирует, не признает, вытесняет, блокирует понимание того, что он делает в работе, насколько развиты его профессиональные навыки, насколько он умеет что-то делать, насколько он утрированно использует одни методы в тех случаях, когда нужны были бы другие методы, и так далее. Собственно, это вот вопрос про границы. Ну, очень часто у него стремление решать не психологические проблемы, как психологические, что довольно часто случается в работе. Ну, есть довольно большое количество весьма таких тяжелых, ну, можно сказать, травматичных, и для него, и для пациента, установок, мифов. Ну, это часть из них. На тему его всемогущества, на тему апостольской миссии, на тему его перфекционизма, должностования успеха, катастрофизации неуспеха, и так далее, и так далее. Ну, во многом, как мы понимаем, это еще и подогревается стилем и способом подготовки, обучения, воспитания. Ну, в общем, врачи хорошо это знают. Если после разговора с врачом пациенту не стало легче, то это как бы не врач. Ну, в общем, дальше я иду и мучаюсь тяжелейшим комплексом вины, потому что думаю, что ему не стало легче после разговора со мной. Или пересмотреть установку надо. Ну, это же надо там в голове просто взрывать все эти каноны. Довольно сложная процедура. Ну, я уже не говорю о том, что идея перфекционизма – это какой-то замечательный способ подогревать в себе враждебность в отношении пациентов, поскольку это никогда не реализуемо. Перфекционистские установки не имеют шансов на то, чтобы быть реализованными. Ну, а идея про всемогущество – это такая апостольская миссия. Вот то, что у Уалента описано как апостольская миссия. Она не только иррациональна, но она еще довольно опасна для работы в нашей профессии. Ну, в общем, там очень часто формирование явной или неявной, осознанной или неосознанной конфронтации с пациентом в силу того, что у самих психотерапевтов есть довольно ригидный, не очень хорошо рефлексируемый стиль взаимодействия. Он может быть равнодушный, может быть пансивный, может быть импульсивный, может быть слишком директивный. Ну, у меня же большинство не успеха. Я поэтому должен сделать все, чтобы пациент признал мою успешность. Ну, а куда ему деться? Он признает. Особенно, если я еще незаметно начинаю формировать процесс зависимости пациента от психотерапевта. А это довольно частая история. Ну, авторитарный, импульсивный, аффективно-регидный и так далее, и так далее. Это такой длинный-длинный перечень этих стилей реагирования у самых психотерапевтов. Ну, нарциссические ловушки самих психотерапевтов-консультантов. Это идея про то, что надо все знать, все понимать, всем понравится, обязательно всех вылечить, обязательно получить свой приз в конце каждого случая психотерапии и так далее. И это еще, как вы понимаете, далеко не полный. Далеко не полный перечень. Этого будет довольно много. Ну, и вот очень важно понимать, что психотерапия и консультирование – это далеко не такая безобидная история в работе с пациентом. И поэтому всегда есть пациенты, которым мы можем не помочь, но не бывает пациентов, которым не удалось бы навредить. Вот это просто хорошо бы иметь в виду, каждый раз начиная эту работу. Ну, и вот теперь мы находимся в той точке этой идеи, где надо признать, что мы сами в значительной степени ответственны за то, что происходит во всем этом. Поскольку пациенты, ну, я говорю пациенты, поскольку я в медицинском пространстве, ну, клиенты для психологов, консультантов, они не бывают изначально легкими, трудными, тяжелыми, легкими, там, плохими, хорошими, сложными, несложными. Есть просто неправильно выбранная моя дистанция – эмоциональная, интеллектуальная и так далее. Это просто моя картина этого маленького мира, в котором мы сейчас находимся с пациентом. Ну, из кучи его теней, которые стоят за ней, потому что консультирование психотерапии – это далеко не диадная ситуация. И на его стуле, и на моем сидит большое количество людей. Я даже не всегда понимаю, как они между собой взаимодействуют. Пациент всегда в зоне моих проекций, так же, как и я в зоне его проекций. Хотим мы того или не хотим. Так вот, эта идея про то, что как я должен сам понимать свои границы, ну, насколько я могу их понимать, насколько мне дано и насколько я могу еще и с помощью коллег в супервизии и постараться это понять. Это не создаст абсолютную ясность, поскольку ровно так же, как это не избавит от определенных моих слепых пятен в бессознательном, ну, хоть как-то может сделать работу хотя бы слегка чуть более понятной, чуть более внятной, чуть более осознанной, если хотите, чуть более ответственной в результате этого всего. Осознанность приводит еще и к чуть большей высокой степени ответственности. Так вот, дальше начинается проблема ответственности самих психотерапевтов за возможность и необходимость осознания того, что с ними происходит, соответственно, за необходимость обращения за помощью. Ну, в данном случае мы говорим про супервизию. Очень часто, конечно, это должно приводить к тому, чтобы люди обращались еще и за личной терапией. Ну, потому что, как мы понимаем, психотерапевты и консультанты очень часто не самые гармоничные люди. Собственно, очень часто это один из мотивов выбора профессии. Зачем люди, вообще говоря, приходят? Один из... Ну, правда, это трудно самому себе дать понять и трудно осознать, и трудно тем более обнародовать. Но, к сожалению, например, такая возможность, как реализовать власть в помогающей профессии, это такая совершенно замечательная возможность. Что бы мы сами себе не говорили на тему альтруистических установок, на тему помощи людям, на тему и так далее, и так далее, спасения человечества. Ну, мы же понимаем, да? Альтруизм, особенно в его слегка гипертрофированной форме, это замечательная форма выражения эгоцентрических идей. Абсолютно. Так вот, идея про то, что если вы не можете, то есть если вы не сможете принять чью-то помощь, вы не сможете оказать чью-то помощь, кому-то эту помощь. Значит, идея про то, что в какой-то момент у меня наступает осознание того, что я сам должен обратиться, я сам должен попросить этой помощи, я сам должен сделать этот шаг для того, чтобы что-то про себя понять, про свой стиль взаимодействия с пациентами, про свою картину этого маленького мира, заведомо слегка иррационально или не слегка. В общем, очень часто картина блокируется вот этой вот идеей, потому что, к сожалению, для того, чтобы люди спокойнее обращались за супервизией, она, во-первых, не должна становиться терапией, супервизия не может быть параллельной терапией, ни для пациента, ни для терапевта. Ну, во-вторых, она должна выдерживать, конечно, ряд большого количества идей, установок, предположений о том, что она должна быть безопасной, как минимум. Но очень часто трудно обратиться на супервизию, потому что я не чувствую, что она безопасна, я не чувствую, что она некровопролитна, я не чувствую, что в ней нет никакого ущерба, нет оценивания, нет большой кричи, ну и так далее, и так далее. В общем, к сожалению, это часто сдерживается вот этой вот проблемой. И вот довольно успешно это все было решено у Майкла Балента. Это тот самый легендарный человек, который сначала исходно венгерский, затем британский психоаналитический психотерапевт, который предложил нам вот эту вот технологию, ну, в общем, предложил такую маленькую революцию в технологии супервизии. В общем, это вот идея про то, что фокус этой группы, это, конечно, прежде всего, главным образом, расширение зоны самоосознавания за счет механизма улучшения саморефлексии, самоосознавания разных специалистов, которые работают в балентовских группах. Работают разные специалисты, это я сразу могу сказать. Изначально это замышлялось и конструировалось для врачей, причем изначально даже для врачей, не психотерапевтов. Но потом оказалось, что это такая очень удачная модель супервизии, которая помогает в этих группах достаточно хорошо профессионально развиваться. Ну, причем профессионально в широком смысле, в человеческом, естественно, тоже. И для людей любых помогающих профессий, там же и разные врачи, и психотерапевты, и социальные работники, и психологи, и консультанты, и педагоги. Ну, дальше оказалось, что в балентовских группах в некоторых странах, по крайней мере, довольно успешно работают священники. Причем мне недавно посчастливилось прочесть статью про работу, длинную, многолетнюю работу американской балентовской группы, в которой есть священники разных конфессий. И самое забавное, что они друг друга совершенно замечательно понимают, но поскольку нет никакого пространства для разногласий, а все то, что их объединяет, ради чего они пришли в группу, они умеют очень хорошо интегрировать. И эта группа живет уже очень долго, и даже там, когда возникла такая определенная угроза завершения этой группы, они стали очень бурно протестовать. Им группа кажется очень полезной. Это для священников. Ну, и так далее. В общем, для разных помогающих профессионалов. Так вот, у Балента была эта идея о том, что врач, ну, он пишет про врачей, но вы легко можете подставить психологов-консультантов, социальных работников и так далее, должен открыть в самом себе способность выслушивать у своих пациентов то, что им, им, пациентам, вряд ли удается выразить словами. Очень часто человек не может это высказать словами, но он надеется быть услышанным в непроизнесенном, в несказанном. Он надеется на тот уровень эмпатии, когда психотерапевт слышит несказанное. И он должен эту речь сначала услышать у самого себя. Вот это вот про ту степень эмпатии и осознанности себя, про саморефлексию, которую он дальше может сделать очень важным, очень эффективным, профессиональным инструментом. Ну, дальше вот у Саймона Дюплога, это уже в развитии того, что происходит в рефлексии, идея про то, что мы не можем надеяться на то, что пациент сам придет туда, где не побывали еще мы сами. Ну, понятное дело, что мы его не приводим куда-то, мы помогаем ему туда взойти. Это вот та самая метафора у Карен Хорни. Пациент восходит на какую-то вершину, на которой ни мы, ни он еще не были. Мы совершаем это вместе с ним, понимая, что, в общем, путь этот может быть по-разному осложненным и по-разному непростым, и в каком-то смысле может быть и не очень успешным. В одной из своих работ, которая относится ко времени описания технологии Баллинтовской группы, он пишет, Баллин, о том, что у человека, в данном случае у врача, ну, подставьте, любого другого специалиста, появляется шанс научиться, как работать с пациентом, чувствовать себя внутренне свободно, оставаясь при этом самим собою. Это означает, что он научается использовать свои опыты и умения, не подавляя ничего, не вытесняя в себе ничего. Он научается реже использовать привычные для него автоматические вот эти бессознательные, по сути, реакции. Порывистые, импульсивные, достаточно часто такие агрессивные, по сути, особенно если у него еще впереди бежит вот эта установка перфекционистского долженствования, а пациент, естественно, барьер на этом пути. Пациент, естественно, не дает мне возможность почувствовать, насколько я успешен, признанно успешен. Ну, вот такой вот нехороший пациент. То очень часто это превращается в такой довольно агрессивный, настойчивый, директивный, напористый стиль взаимодействия с пациентом. Ну, успех любой ценой должен быть. Вот эти реакции, направленные на других людей, что позволяет ему тоньше настраиваться на реакции пациента и тем самым улучшить терапевтическое сотрудничество и взаимодействие с ним. Ну, это, естественно, улучшит и сам терапевтический процесс, но, вообще-то говоря, это улучшит и его собственное самочувствие. Ну, потому что психотерапевт, вообще-то говоря, тоже человек. Ну, по крайней мере, надеюсь. Вот. И стало быть, у него тоже есть какое-то самочувствие в процессе всей этой работы. Вот. У Джилла. В развитии всей этой идеи есть, на мой взгляд, совершенно такая замечательная формула о том, что очень часто мы отрицаем то, что мы негативно реагируем на пациента в процессе взаимодействия с ним. но такой неосознаваемой реакции избежать, на самом деле, нам не удается. Ровно так же, как не удается избежать негативного контрпереноса, поскольку очень часто реакция практически закономерно возникает, и поскольку она бессознательная, то с ней очень трудно осознанно справиться. Но если мы не осознаем вот эту всю сложную социальную природу ситуации профессионального взаимодействия, то мы, на самом деле, в тисках такой двойной иллюзии. Я о себе имею представление как о чистом экране, что, как вы понимаете, на самом деле не очень корректно, это вообще неверно, и о наивности пациента, который не замечает моих эмоциональных реакций. Лучше бы, конечно, думать, что пациенты люди не наивные, они замечают. И они на это как-то реагируют. Причем так часто реагируют тем, что нам и не очень понятно, и не очень легко с этим каким-то образом справляться. Ну и вот, значит, Валентовская группа, которая выполняет вот эту вот процедуру, этот процесс такой довольно непростой, сложной аналитической, аналитически ориентированной супервизии, поскольку работает с бессознательными механизмами, в этом смысле аналитической, она помогает ответить на вопрос, почему в общении с пациентами многие психотерапевты игнорируют, вытесняют, блокируют, подавляют себе сами себе то, что они не могут понять в переживаниях, в реакциях, в ожиданиях, в защитах у пациента и у своих собственных, которые связаны с неизбежными, иногда довольно нелегкими контрпереносами. вот это приводит к большему самоосознаванию. Все это, естественно, связано с процессом развития саморефлексии. Ну, я здесь отважился представить вам несколько описаний, несколько толкований, определений того, что происходит с рефлексией. это я вам просто так сказать напоминаю, потому что, не сомневаюсь, вы люди подготовленные и компетентные. Это такой вдумчивый, связанный с самоосознаванием и самопознанием анализ сложного межличностного взаимодействия между врачом и пациентом. В общем, это такое мышление по поводу мышления, это анализ по поводу анализа, такой метакогнитивный процесс. Да, можно следующий. В общем, у нее есть, конечно, ряд довольно важных функций. Саморефлексия помогает лучше понимать и лучше контролировать собственное мышление. И, соответственно, все те поведенческие телодвижения, которые вытекают из того, как вы мыслите, как вы понимаете, что происходит, что вы чувствуете по этому поводу. определенным образом анализировать логическую стройность, корректность этой когнитивной схемы. И она помогает найти ответы на многие вопросы из практики, связанные особенно с тем, что происходит в сложном взаимодействии с пациентом, которые без этого процесса могли бы остаться неосознанными, непонятными, соответственно, нерешенными и очень часто просто непродуктивно тиражируемыми. Потому что вы понимаете, если вы делаете нечто и у вас нет достаточно рефлексии по этому поводу, но есть высокий риск, что это будет просто повторяться, что это будет воспроизводиться, тиражироваться. Дальше вы, естественно, настроите какую-то когнитивную схему. Это не потому, что не работает метод, не потому, что пациенты или потому, что, не знаю, такая температура воздуха на улице. Ну, в общем, какое-то удобное объяснение вы для этого придумаете. И вот я хотел бы сейчас показать вот эту вот схему. Это схема, которая довольно хорошо, довольно продуктивно и успешно помогает понять, что происходит с изменениями саморефлексии в процессе балинтовской супервизии. Это так называемая Кноджа Гарри, это два американских психолога, Джозеф Лафт и Гарри Ингом, которые в 55-м году описали эту схему. И, в общем, она довольно продуктивна для анализа того, что происходит вот здесь. Если изначально человек, участник нашей группы, психотерапевт или консультант, вот приходит с такой схемой, в которой есть минимально широкая зона, вот зона А, это то, что известно ему о себе и то, что видно другими и то, что он может понять по реакциям других людей. И есть максимально широкая зона, вот эта с Д, то, чего он сам о себе не знает и то, что другие ему не могут подсказать. Она тотально в зоне слепых пятен. То по мере, ну да, там еще, как вы понимаете, есть зона В, такая слепая, то, что видно другим, но неизвестно мне. и С, то, что известно мне о себе, но скрыто от других и неизвестно им, то по мере развития Балинтовской супервизии будет происходить вот это. Это в процессе Балинтовской супервизии происходит вот такая вот динамика. Значит, существенно снижается зона Н, вот эта зона слепых пятен, она, понятно, не может сузиться до нуля, бессознательно никуда не исчезает, но, но, по крайней мере, она существенно сужается, и, что очень важно, расширяется зона, все то, чего я понимаю про себя, что я сам про себя осознаю, что я рефлексирую в качестве своих когнитивных, поведенческих схем, и что становится видно другим, и люди могут мне в этом смысле дать обратную связь. это вот идея про у Ленглия, у Альфреда Ленглия, хорошо описывать эту самую метафору. Когда вы научаетесь оставлять больше места себе, на это место могут поместиться еще другие люди, то тогда там получается больше места и для других, больше пространства. Ну, хорошо, в общем, я понимаю, что надо завершать, поэтому я вас... Ладно, это... Ну, хорошо, если у меня еще минута есть. Да, да. Хорошо. Значит, это вот я хочу вам привести здесь исследование. Собственно, можно долго описывать на уровне каких-то там теоретических представлений, в общем, таких фантазий. Но, однако, это то, что сегодня уже можно замерять. Ну, пусть оно пока еще не очень, так сказать, научно безупречно делается с точки зрения такого количественного анализа, но, однако, вот есть исследование, и это в 2015 году опубликовано Стокман, динамика саморефлексии британских психотерапевтов в процессе работы в Болинтовской группе. Значит, это опросник самооценочный, который им дают, и там есть ряд вопросов, ну, в частности, вот некоторые из них так. как звучат. Группа помогает почувствовать себя более уверенным в своей работе, группа улучшает коммуникативные навыки в работе с пациентами, группа помогает развить целостное понимание пациента, группа помогает в развитии саморефлексии самопонимания, улучшает, создает пространство для поддержки коллег, для социальной поддержки профессиональной, помогает себя чувствовать лучше в смысле удовлетворенности от работы и так далее. Так вот, самые большие, самые высокие показатели отмечаются в динамике по двум вопросам. Группа помогает в развитии самопонимания и саморефлексии, и группа помогает развить в себе целостное, интегративное, соответственно, более корректное, более конструктивное понимание пациента. Ну, на самом деле, себя в отношениях с пациентом, потому что пациент – это, на самом деле, то, как очень часто я сам себя в отношении него чувствую. Это про дистанцию, это про границы, на самом деле. Так что это, конечно, по сути дела, такой легкий, неявный психотерапевтический инструмент, такая необъявленная легкая терапия. Хорошо, спасибо. Благодарю вас. Наш почетный диплом. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, вступайте в Баринтовскую ассоциацию для нашего общего блага. Друзья, вступайте в Баринтовскую ассоциацию для нашего общего блага.